приветствую вас на канале посвященном погоде рынка недвижимости украины сегодня у нас с вами будет достаточно интересное видео это мы я естественно и вы чтобы вы не подумали что у меня раздвоение личности да я и вы будем разбираться что произошло за прошедший 2023 год рынком жилой недвижимости украины будем разбираться в разрезе естественно областных центров их 24 области 24 крупных областных центров будем говорить сколько стоила недвижимость в гривне по курсу национального банка хотя на вторичном рынке о котором мы говорим недвижимость не продается за гривну и это понятно а продается за доллар и за евро будем сравнивать что же произошло самой той стоимостью квадратного метра будем сравнивать декабрь 2023 года это естественно в долларах с декабрем 2022 года ну а в начале видео я хочу обрадовать вас друзья потому что я всегда люблю смотреть на происходящие процессы вокруг меня через призму цифру так вот значит у нас есть служба на статистике я опубликую сейчас точнее целый слайд сделал сделать скриншот их него портала или интернет ресурса так можно называть где они за третий квартал значит подвели итоги по рынку жилой недвижимости и друзья украинцы и не украинцы хочу вас обрадовать и поздравить у нас все растет и недвижимость в том числе за третий квартал она выросла она и росла и первый второй квартал и четвертый квартал это будет скорее всего в марте у них данные опубликованы там тоже самое мы увидим положительную динамику роста по индексам рынка недвижимости но конечно же расскажу что такое индексы для того чтобы вам было смешнее смотреть и сравнивать потом ту информацию которую я так сказать подготавливаю для вас ежемесячно и ту которую готовит целое государство украина в лице службы статистики где работает очень много красивых мужчин женщин красивые помещения кожаные креста они там все бегают я там не один раз был я как бы с сознанием дела говорю об этом и вот такой институт хаоста до который ничего не знает что происходит но при этом при всем все при делах и все при зарплатах друзья но это немножко так опять скептица я последнее время дам позволяю себе сказать негатив определенный но в такой легкой форме для того чтобы вы понимали насколько да никуда горит крестянину подеться да насколько а сложно жить в токсичном информационном пространстве которая окружает в данном случае меня итак друзья смотрим смотрим подготовленный мною материал будем разбираться с цифрами я это очень люблю и всегда на этом так сказать акцентирую ваше внимание перед вами сприншот который я сделал сайт а ну наверху вы посмотрите на службы статистики украины это официальная статистика и вот мы видим здесь что нам рапортуют наши друзья товарищи которые кушают народных хлеб о том что индекс цен на жилье напомню вам что индекс стоимости но здесь они цены обозвали да но в силу своей так сказать некомпетентности у нас вообще очень принято последнее время назначать у людей абсолютно некомпетентных в любые на любых уровнях так сказать власти да начиная от законодательной власти заканчивая исполнительной власти так вот цены на жилье они знают индекс цен на жилье переведу это на простой язык это макроэкономический показатель который характеризует изменение цены друзья не стоимости как я говорю а цены чем отличается цена от стоимости ну у меня много видео на эту тему записано не хочу дальше так сказать тратить ваше время но очень тезисное коротко скажу цена это деньги которые были переданы во время приобретения недвижимости вот так очень просто понятно да а стоимость это предполагаемая рыночная стоимость за которую может быть продан объект недвижимости то есть я оперирую такой дефиниция как стоимость а эти уважаемые или неуважаемые товарищи оперируют дефиниции цена но они же сидят на каждой сделке и так сказать проверяет купюры и видят за какие деньги причем это все друзья напомню вам вторичный рынок продается за гривны вернее за доллары а статистика ведется в гривнах но полный абсурд короче и так индекс цен на жилье и вот смотрите здесь чтобы по можете прочитать это сравнивать первый второй третий квартал ты предыдущему году то есть 2022 году и вот по результатам третьего квартала на четвертый квартал я уверен будет еще больше индекс индекс стоимости на жилье в целом сейчас мы говорим это обобщенные данные видим 113 запятая 9 ну для людей которые так сказать ну не хотят разбираться в этой херне да по другому это не могу назвать это рынок недвижимости в виде индексов цен вырос на 13,9 процента потом как считается индекс я вам покажу но чтобы это поняли целом на 13,9 процента рынок недвижимости в украине вырос первичный рынок вырос на 12,2 процента однокомнатные квартиры выросли на 13,9 процента двухкомнатные это все первичный рынок двухкомнатные квартиры выросли на 10,1 процента квартиры трехкомнатные выросли на 12,2 процента это все друзья напомню вам первичный рынок здесь я в принципе могу но может не с этими индексами. Но там динамика роста присутствует. Почему? Потому что национальная денежная единица обесценивается, девальвирует по отношению к доллару. А товары и услуги естественно дорожают. Стройматериалы дорожают, а движимость на первичном рынке продается за гривну. А вот со вторичным рынком, друзья, я просто не соглашусь. Здесь мы видим, что вторичный рынок вырос больше, чем, так сказать, первичный рынок. Если первичный рынок вырос на 12,2%, ну, если переводить проценты, чтобы вам было понятно, то вторичный рынок вырос на 15,1%. Ну и бред этот по однокомнатным, двухкомнатным, трехкомнатным квартирам. В целом по Украине. Подумайте, как только они ловко, так сказать, обобщают эти данные. Вы тоже можете это все посмотреть и вместе со мной порадоваться. Вот честно, я радуюсь. Блин, думаю, ну, что такое, как оно называется, что такое хорошо и что такое плохо. Помните советского писателя, которого загнобили в Украине? Вот это хорошо или это плохо? Это на грани добра или на грани зла? Я вот честно задаю себе риторически этот вопрос постоянно и не могу на него ответить. Правда, не могу ответить. А теперь, друзья, давайте как бы от этих самых шоу-долгоносиков перейдем к более, как мне кажется, серьезным вещам поговорим о той статистике, которую предоставляет компания Олимп Консалтинг. И я являюсь непосредственным, так сказать, участником сбора данной информации, потому что все это собирается с помощью софта или по-простому программы, которая мониторит практически все интернет-сайты, порталы и прочие интернет-ресурсы, которые предлагают для продажи недвижимости в Украине. Ну, я надеюсь, просто сказал. Итак, перед вами обобщенные данные. Начнем от общего и потом будем это декомпозировать. Вот посмотрите, насколько отличается мой подход от подхода службы статистики, где очень много красивых мужчин, женщин в дорогих костюмах, они зарплаты получают, ну и помещения там великолепные, хрустальные, люстры, мраморные, мраморные потолки, стены. Ну, институт хаоса, ну, блин, так это мне нравится. И вот, друзья, смотрите, перед вами карта, все очень просто, без, так сказать, пафоса, карта Украины в разрезе областей. Это сводные данные, вот здесь мы можем посмотреть, легенда карты называется, где я сравнил, а что же происходило в целом по регионам. Всего в Украине пять крупных регионов, но это не я их поделил, это было давно сделано, да, то есть это центральная часть Украины, куда входит Житомир, Киев, Черкасса, Винница, Кропивницкий. И видим мы, ну, сейчас мы говорим о социальном жилье. Жилье, это вторичный рынок, естественно, который продается за доллары, напомню. Центральный регион показал нам незначительную динамику роста, ну, меньше полпроцента, да, ну, на грани, так сказать, статистической ошибки. Ну, положительную динамику действительно мы видим. Дальше идет у нас западный регион. Западный регион, это города, которые входят в западную часть Украины. Показываю. Ровно, Луцк, Мельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск, Ужгород, Черновцы. Здесь также мы видим относительно положительную динамику, ну, здесь вообще, ну, плюс рост 0,14%, то есть, тоже на грани, так сказать, статистической ошибки. Ну, меньше полпроцента даже, да. И вот дальше, друзья, самое интересное. Ну, вы же помните те данные, которые дает нам служба статистики? Индекс роста 15% вторичный рынок, 12% первичный рынок. Мы сейчас с вами говорим о вторичном рынке, это не служба статистики, это я вам даю эту информацию, и компания Лиэм Консалтинг. Так вот, рост всего лишь по двум регионам, и он настолько незначительный, что, еще раз говорю, это можно относить к статистической ошибке. Хотя динамика там положительно присутствует, я это подтверждаю. Причерноморский регион. Причерноморский регион, туда входят у нас, друзья, город Николаев, город Одесса, город Херсон. Город Херсон, к сожалению, мы не берем информацию, ну, почему? Потому что там, по сути, нет рынка, если есть объявления какие-то, то они не составляют, так сказать, статистической ценности. И вот Причерноморский регион, друзья, нам показал минус 2,28% снижения стоимости. Всего лишь за год. Хотя я в начале года, когда записывал такое же видео, в начале 2023 года, предполагал, что будет снижение где-то 10%. Ну, вот видите, не угадал с цифрой, но отрицательная динамика присутствует. Дальше. Северо-восточный регион. Северо-восточный регион у нас входит город Харьков, Полтава или области в целом. Полтавская, видим город Сумы, Сумской области, Чернигов. Здесь мы видим снижение минус 2%, то есть отрицательная динамика за год. Ну и Донецк-Приднепровский регион, куда входит город у нас Запорожье, город Днепр, ну, город Донецк и Луганск, информация есть, но мы ее не публикуем, только под заказ для людей, которые заинтересованы в этом. А вот по двум этим областным центрам мы видим, что также динамика отрицательная. Минус 2,85%. Ну, вот, друзья, сравните. Покажу вам еще, чтобы было смешно. Вот эти данные, официальные службы, статистики, друзья, правда. Ну, нет как бы слов, да, ни выражения, да. Насколько здесь все обобщенно, непрофессионально. Больше того, может быть, когда-нибудь запишу видео, я знаю, как собираются эти данные, откуда они берутся, поэтому такой непрофессионализм. И те скромные данные, которые предоставляет всего лишь один человек и небольшая компания в рамках Украины. Ну, просто вот, просто сравните. Я это говорю не к тому, чтобы меня похвалили, а к тому, чтобы меня услышали. Куда не сунься в Украине, везде та же самая ситуация. На уровне государства, на уровне институции государства, все сгнило. Ну, вот ничего не работает. А если что-то они дают, то только для того, чтобы там где-то что-то стырить, да. Ну, извините за прозу, так сказать, жизни. Итак, переходим к следующему слайду. Следующий слайд, это в гривнах вы можете, в долларах посмотреть стоимость квадратного метра на конец декабря 2023 года. Давайте я вот так сделал ранжировку здесь, не просто там какие-то цифры, да. Давайте начнем с города Киева. Ну, во-первых, центральный регион входит в город Киев, Винница, Житомир, Черкасса, Кропивницкий. И самая дорогая недвижимость естественно в городе у нас, ну, это в Киеве. Мы видим в гривнах, это по курсу 41 059 гривен за квадратный метр. Это вторичный рынок. И самая недорогая недвижимость, это город Кропивницкий, 506 долларов за квадратный метр. Ну, курс вы тоже можете вот здесь посмотреть и в гривнах это прочитать. Дальше. Город Львов. Город Львов самый дорогой город в западном регионе, куда входит Львов, Черновцы, Ульгород, Ровно, Тернополь, Луцк, Кмельницкий, Ивано-Франковск. Мы видим, что 903 доллара это город Львов. В гривнах по курсу МБУ можете посмотреть. И самое недорогое жилье в Ивано-Франковске. Это 633 доллара за квадратный метр. В гривнах также можете посмотреть. Следующий регион, это Причерноморский регион, Одесса, Николаев, Херсон. Я говорю, что по Херсону мы не даем данные. А Одесса, естественно, самая дорогая при Черноморском регионе. Это социальное жилье, напомню вам, 759 долларов за квадратный метр. Ну, город Николаев 526 долларов за квадратный метр. В гривнах тоже можете посмотреть. Дальше. Северо-восточный регион, это город Харьков, Полтава, сумма Чернигов. Самое дорогое жилье в городе Харькове 627 долларов за квадратный метр. И самое недорогое, друзья, в городе Чернигове. Ну, и город сумма, они примерно одинаково здесь стоим из квадратного метра. Ну, и переходя к Донецкоприднепровскому региону, куда входит Днепр, Запорожье, видим, что самое дорогое жилье в Днепре, это 580 долларов за квадратный метр. Ну, напомню, что это на конец декабря 2023 года. В гривнах можете посмотреть. Ну, и город Запорожье, естественно, отстает в стоимости самое недорогое 477 долларов за квадратный метр. Переходим к следующему, друзья, слайду. Сейчас мы вот так его дам. Следующий слайд. И здесь у нас уже сравнительная характеристика, друзья. Это интересно очень. То есть мы говорим о тенденциях. Помните, нам служба статистики рассказала, что вторичный рынок вырос на 15% сравнивая третий квартал с третьим кварталом 2022 года. У меня же немного другая ситуация. Во-первых, у меня, так сказать, я оперирую цифрами. Есть такой метод рыночной экстракции, когда профессиональные и непрофессиональные участники рынка дают информацию в средства массовой информации. Я имею в виду порталы, всевозможные электронные доски и так далее. А мы, так сказать, собираем эту информацию и видим все массивы этих данных. Можем сравнивать по времени, можем сравнивать, так сказать, по классам, что происходило с рынком недвижимости. Поэтому, естественно, у нас больше информации, чем у целой службы статистики Украины. Итак, город Киев, друзья, я только буду говорить в процентном соотношении, наибольше всего подешевела недвижимость, друзья, в городе Киеве минус на целых 73 сотых процента. Это вторичный рынок, класс социальное жилье. Ну, с чем это связано, друзья? Я вам честно скажу, что это связано с тем, что достаточно много людей сначала покинуло территорию, так сказать, Киево-Киевской области, а сейчас город считается с точки зрения безопасности, ПВО, защищенный. И, конечно же, мы видим, что достаточно много людей приезжает, возвращается. Ну, по ситуации, как я вот непоренной киевлянин, но давно живу в Киеве, вижу, что людей стало много. Но, в любом случае, стоимость квадратного метра самая дорогая в Украине. Естественно, мы видим незначительную динамику снижения. Почему? Потому что, если вы посмотрите по стоимости остальные города, вы поймете, что Киев самый дорогой город. И это, естественно, это понятно, это объективная реальность. Дальше смотрим, что в центральном регионе. Да, кстати, подешевело только в городе Киеве, в городе Виннице, а вот Житомир, Черкасса и Кропивницкий показали нам динамику роста, город Кропивницкий является, так сказать, городом, который в центральном регионе показал абсолютный рекорд по стоимости квадратного метра, которое выросло за год на 2,02%. Дальше, друзья, у нас западный регион. Западный регион, мы видим, что наибольше всего подешевела недвижимость в Львове. Еще раз, переоценена недвижимость, люди, которые в то время, это 2 года назад, с начала войны уехали в Черновцы, Львов, там просто был какой-то аншлаг, и стоимость квадратного метра как в аренде, так и в продаже, превосходила все здравые, так сказать, ожидания любого самого, так сказать, неадекватного продавца или арендатора. И сейчас рынок, в общем-то, корректируется, и, естественно, мы видим, что стоимость квадратного метра снижается, и в годовом измерении это 1,85%. Дальше мы видим, что Черновцы также, я не случайно вам напомнил о городе Черновцы, о городе, ровной городе Ужгород, город Ур, вернее, город Ужгород, это тоже Закарпатская область, это граница, видим тоже снижение минус на 0,65% за год, 1,65%. Но вот остальные города показали нам динамику роста. Это город Ровно, видим город Тернополь по нулям здесь, город Луц, город Хмельницкий и город Ивано-Франковск. То есть, по сути дела, только три крупных областных города, центра показали отрицательную динамику. Оставшиеся пять показали динамику роста. Ну, в общем-то, на этом все положительные так сказать события связаны с ростом стоимости квадратного метра в Украине и заканчиваются. То есть, помните, предыдущий мой слайд, где я вам говорил, что плюс 55% в целом вот этим пяти городам рост стоимости за год. Здесь и того меньше по западному региону. Там 0,18 или 0,20% за год. это просто на уровне статистической ошибки. А вот теперь мы поговорим о трех регионах, где ситуация неоднозначна. Мы видим город Одесса снижение минус 1,81% на первом месте город Николаев минус 2,95%. То есть, в Николаеве недвижимость снижается быстрее, чем в Одессе. Дальше. Северо-восточный регион. Наибольше всего подешевела недвижимость в городе Полтаве минус 2,67%. Город Харьков минус 2,49%. Ну и по 1,5% видим суммы чернигов. Ну и город, так сказать, Днепр является абсолютным у нас в этом плане аутсайдером по снижению стоимости. Снижение за год минус 3% округлим. Ну и город Запорожье минус 2,65%. Вот такая вот, друзья, совершенно, мне кажется, простая математика, статистика, которую я публикую на протяжении многих-многих лет, которая, в общем-то, мне кажется, она соответствует. Все знать нельзя, друзья, соответствует той правде тому состоянию рынка недвижимости. И вот такая вот интересная статистика службы статистики, которая, в общем-то, рассказывает нам, что у нас не просто все хорошо, а все очень и очень хорошо на рынке жилой недвижимости. Друзья, ну, подвели итоги там мы с цифрами, это все понятно. А что будет происходить в 2024 году? Я, друзья, просто не сомневаюсь, но это тезисно, кратко, о прогнозах, то западный регион, помните, 8 крупных областных центров, там все-таки худо-бедно, но ситуация будет показывать положительную динамику роста, то есть, возможно, это будет до 5% в годовом измерении. А вот по всем остальным регионам, включая центральный регион, включая северо-восточный регион, естественно, Донецк и Приднепровский и Причерноморский тут будет все, друзья, хуже. Я предполагаю, что минимум 5%, где-то 10% будет снижение стоимости квадратного метра. Почему? Потому что, напомню, я, кстати, готовлю сейчас следующее видео, где обосную эти, так сказать, твои восприятия с цифрами рынка недвижимости, потому что макроэкономические показатели на регионах показывают очень плохую ситуацию, Хотя и западная часть Украины тоже не блещет этими макроэкономическими показателями, но там есть особенно специфика, но это отдельный разговор для отдельного, возможно, видео. Поэтому, друзья, в целом по Украине мы в 2024 году увидим порядка 5-10% снижения стоимости квадратного метра. в целом, вот как нам дает служба статистики рост на 15% в 2023 год. Я вам говорю, что за 2023 год, если в целом взять снижение порядка 5%, а за 2024 год это будет порядка, возможно, 5-15, может быть, 10, вот так, более, так сказать, не будем называть там какие-то граничные цифры. Ну, время покажет, друзья, кто из нас ошибается, кто прав, кто не прав. Пришло время прощаться для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости Украины. Вам, друзья, что надо сделать правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете ставить лайки, дизлайки видео, можете там писать мне всякую фигню, вы это любите делать, там всякое разно ругаться, только если что-то пишите, пишите с аргументами, пожалуйста. Я отвечаю умным людям, даже если они пишут жесткие мне какие-то комментарии, я отвечаю, я всегда готов к дискуссии, а людям, которые там просто хотят что-то там, кто выяснит дурак, ну, я с такими не общаюсь. А еще вы, друзья, должны помнить, что я ваш огромный слуга и компания Alimton Salting готовим для вас ежемесячный обзор рынка недвижимости, который, я уверен, станут для вас компасом, ну, или как минимум карты в каменных джунглях рынка недвижимости, друзья. До встречи, друзья, в следующих мы